Всем привет! Это очередной эпизод летсплея по игре Oblivion. Мы продолжаем проходить квесты гильдии магов. И во время последнего похода я захватил интересный щит с эффектом электрический щит 8%. Щит по модели двимерский или гномский, как здесь говорят. Но, к сожалению, он зачарованный. Поэтому, возможно, у нас не получится его полноценно использовать, хотя параметры у него лучше. Видимо, индекс защиты 10 против остального 8. Я так предлагаю сразу взять новый квест. Наслышан про Ватаком. Отличная работа. Джарел счастлив, что исследование так продвинулось. Но есть еще одна проблема, которую, уверен, ты также сможешь помочь решить. Если, конечно, ты не против. Но я-то не против. Превосходно! На тебя можно положиться. И, уверяю тебя, совет ценит это. Теперь перейдем к делу. Чтобы разобраться с явно растущей проблемой некромантов в Сиродиле, совету нужно получить как можно больше информации. Консультации с мистическими архивами не принесли успеха. Коллеги работают и по другим направлениям, но, уверен, нам нужно еще поработать с архивами. То немногое, что мы знаем, не имеет особого смысла без понимания целостной картин. Например, зачем Фалкару, который, как мы теперь знаем, был заодно с некромантами, нужны были черные камни душ? К архимагу поступали и другие сообщения об этих камнях в связи с некромантами. Но мы не знаем, что это за связь. Мы даже не знаем, зачем они нужны. Эти вопросы как-то выпали из нашего рассмотрения. Мы были слишком сосредоточены на скорейшем искоренении некромантии. Переговори с Тарминой из мистических архивов. Она наш специалист по тайной магии и помогала собирать информацию. Я полагаю, мы задавали ей неправильные, чересчур общие вопросы, пытаясь заставить ее проанализировать всю известную нам информацию. Поговори с ней конкретно об этих черных камнях душ. Выясни, что она знает об их особенностях или происхождении. Понимание их природы может привести нас к тем, кто отвечает за их создание. Повышение с каждым днем. Прими эту робу и носи ее с гордостью. Роба-колдуна. Давайте посмотрим, что за роба. В общем, полезное. Повышение интеллекта, сила воли. Но, требуется обувь. И перчатки. Так, 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 вот. Возвращайся, как только сможешь. Вот такой пижон получился. В общем-то, давайте посетим эти архивы. Послушаем, что нам скажут на поводу черных камней. Послушай, если тебе нужна информация, боюсь, придется тебе раздобыть ее самостоятельно. В общем-то, озвучка попытались сделать аутентичную, но ни черта не получилось, потому что слишком долго говорит. Беспонтовая звучка, поэтому я буду ее пролистывать. В общем-то, она нам предлагает разыскать книгу луна некромантов. Книга эта располагается тут неподалеку. Можем ее взять. И проконсультироваться снова с ней. Такое ощущение, что она сейчас задохнет. И теперь понесем ее нашему квестодателю. Не помню, как его зовут. Помогла ли Тармина? Отличная работа. Полагаю, это пригодится совету. Я прослежу, чтобы до... Я никогда не слышал об этой тени призрака. Это какой-то небесный феномен? Если это так, то Ботиэль почти наверняка должна что-то знать об этом. Ведь она заведует обсерваторией. Она должна быть где-то в университете. Потрясающее изобретение. Ботиэль одна из немногих, кто понимает, как она работает. Ну, видимо, нужно найти эту самую. Вот она. Привет. Призрак, говоришь? И он олицетворяет что-то на небесах? Это что-то мне напоминает. Дай подумаю. Эх, да. Теперь я вспоминаю. Некоторое время назад Фалкар спрашивал меня о том же самом, о чем и ты. Сказал, это нужно для его исследований. У него была с собой пачка записей. Боюсь, я не смогла тогда сказать ему ничего. Конкретного, как и тебе. Обсерватория находится в таком удручающем состоянии. И я ничего не могу сделать. Я нашла это после ухода Фалкара. Думаю, она выпала из его пачки, когда он уходил. Я тогда не придала этому значения. Но вдруг она чем-нибудь поможет. Записку нам дали. Удачного тебе дня. Давайте посмотрим, что там. Здесь идет перечисление неких локаций. И говорят, что там установлены алтари. Я слушаю. Давайте сообщим. Значит, Фалкар также проявлял интерес к этому призраку и оставил эту записку. Возможно, ее изучение поможет нам найти какие-нибудь ответы. В этом списке перечислено несколько мест. Первое из них – черный излом. Его я знаю. Это пещера в горах к югу от Чейдинхола. Если там действительно существует алтарь, как сказано в записке, думаю, эта пещера напрямую связана с тем, о чем говорится в книге. Отправляйся в черный излом, когда эта тень появится в следующий раз. Попробуй найти там какую-нибудь связь с тем, что мы уже узнали. И скорее назад. Будь осторожнее. Все, что ты найдешь, окажется бесполезным для нас, если тебе не удастся вернуться. Думаю, мы имеем дело с очень серьезными силами. И постарайся избегать опасности, если это будет возможно. Ну, как это может быть возможно? Будь осторожен. Отправляться в логово некромантов и избежать опасности. Давайте подытожим немножко. Книжка, 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 книжку у нас, по-моему, забрали. Да, книжку забрали. Так. Где же, где же, где же почитать? Или не забрали? Книжки я не вижу. Может, стоит забрать у него назад книжку? Может, он отдаст? Приветствую. Удалось ли поп... Не отдаст. Будь осторожнее. Привет. Еще увидимся. Интересно. Давайте рассмотреть на карту. Вот у нас черный излом. Можно прямо отправиться сразу в Атакен. Мы там уже были недавно. В общем, гоняют нас по всей карте туда-сюда. Поскольку я помню, смысл этого квеста в том, что в определенное время над алтарем как бы с небес сияет такой луч своеобразный. И в это время в алтарь можно поместить Великий Камень Душ сотворить заклинание заключения на этом алтаре и Великий Камень Душ превратится в черный. Самое трудное здесь подкадать момент. Потому что по-моему, раз в неделю это возможно или два. Точно я сейчас не помню какие там условия найдена пещера. крадок. Ну, нам не в заболочную пещеру, нам дальше. И на входе в этот черный излом может дежурить один некромант. Нам, естественно, придется его валить. Здесь довольно крутой склон. Придется обходить. Даже оплывать. туда вроде бы есть дорога. Такая своеобразная тропинка. Но я с другой стороны сейчас нахожусь. лагерь найден. Бандитов нет. А, нет, есть. Бандиты есть. Аж два. Один готов. Один готов. Я. Я. Да. Так, это маячика, это круто. Двюмерская булава тоже неплохо. Топор вроде был какой-то. У Хаджито был топор. Что-то я его не вижу в траве. Ну дай бог с ним, с топором. Больше тут ничего ценного нет. Продолжаем подниматься. Вот по-моему, где-то здесь и должна быть тропинка. Крутые склоны эти весят просто. Вроде бы вот она цель. Как ее, как здесь обойти, все время разберешься. Где дорога тоже непонятно. Вроде бы я что-то нащупал. Вот. Мы нашли черный излом. И вот я вижу алтарь. Охраны вроде бы нет. Нет охраны. Сохранимся. Но нам нужно, я так понимаю, дождаться этого момента, когда засияет ключ сверху. Тело висит. Сам черный излом, по-моему, не нужно всуваться. Давайте посмотрим, там должен быть на входе некромант. Сохранимся. Вот он стоит. Я поступлю подлым образом. Смажу меч зельем безмолвия. Нам нужно украсть у него записку, насколько я помню. У него в инвентаре есть записка. С инструкцией. Когда и как нужно воздействовать на алтарь. Надо, чтобы он отвернулся. надо было лук использовать, наверное. Здесь еще факел вообще не к месту. Давайте сохранимся, я попробую. Да, прибежал еще один. Все, чтобы мы, короче, разбудили. Ну давай. С каких пор это меч действует на призрака. Да. Получилось неправославно у меня в данной ситуации. Сейчас пока они все не угомонятся. Давайте обшарим этого. Маленький камень душ и записка. Нанят доказательства того, что некроманты создают черные камни душ. Надо отправиться в университет. Но зачистить пещеру нам никто не помешает. То есть это можно сделать. Для выполнения квеста это не обязательно. Но для прокачки и разнообразия, я думаю, можно этим заняться. Вот это беготня по пещере. Это излишне. Почему это меч действует на призраках, я не знаю. По идее не должен. Собака такая. Убегает главное. Я тебя не боюсь. Бесконечная мана. Что такое? Что такое? Что такое? Собака. Ну давайте линемся. И не одолеть меня. В самую гущую так сказать. Я! Пока что они не призывают зомби, с ними легче справиться, потому что если они начнут притывать зомби по мере прокачки, вот кстати и зомби, нам будет от этого тяжелее. Вот этот зомби, по-моему, самостоятельно бегает здесь, он не призванный. Вроде все, там вот еще скелетик, но он нас не спалил. Так. Сундучок. Там нам особо делать нечего. Сохранимся. Надо починиться, а то меч подустал. И, наверное, надеть броню, как положено. Вот так. Двигаться мы будем, конечно, медленнее, но защита будет лучше. Серебряный молот нам он не нужен. Давайте замочим скелетиком. Вот этого. Слабенький. Тут вроде ничего ценного нет. Судачок какой-то. А, да. Что у нас здесь? Висящие тела. Грибочки. Какие-то подземные. Ничего особенного. Идем дальше. Ничего особенного. Идем дальше. Сохранимся. Так. Здесь у нас заперт скелет. Замок средний. Возможно, где-нибудь нам попадется ключик. Некроманское отродье бродит. Давайте еще раз. Смажем меч. У него посох, я смотрю. Что бы это ни было, оно исчезло. О, получилось удачно. Там зомбак бродит. Посох безмолвия, вот и отлично. Это просто отлично. Ну, правда, он будет нам мало полезен, потому что менять оружие довольно долго. Обычным образом будет быстрее. Так, чем тут можно поживиться? нет, я не получил. Путеводитель. Фигня. Кроватка. Ключ вот. Видимо, это от той решетки. Там что-то еще внизу, но проход туда я пока не вижу. Грибочки. Так, давайте посмотрим карту. Тут еще есть дверь. Нет, ключ не подходит. От чего же тогда этот ключ? Спалил сразу, а? Посмотри какая зараза. Скидываю страшно. Стальная булава, нам она не нужна. Что он тут охраняет? То есть вообще ничего, просто так сидит скелет. Ну ладно, идем посмотрим что там с другой стороны. Сохранимся. Какое-то растерзанное тело лежит. А вот ключ от чего, я бы и так взломал, где лофт там. Так, здесь у нас трупаки. Трупаки. Спалил. Напор. Сохранимся. Снова зомби и некромант. Так, надо немножко пополнить ману наверно. Самопальное зелье у нас есть. Сука, спалил. Сейчас начнет бегать опять. Почему-то призванные призраки уязвимы к обычным оружиям. Такое будет недоятно. Сука, спалил. Мана кончилась. Так, готов Зомбак меня сдал, надо было сначала Некроманта валить Подлечимся немножко Что там наверху? Сундучок я вижу Туман такой стелится Не видно ни хрена при этом Мне по крайней мере На видео все как всегда будет светлее Но мне сейчас без ночного глаза никак Так, тут я обшарил Ящики гробы Ну что тут нету Идем дальше Довольно большая пещерка Надо сказать Много врагов Некоторое количество Ценных вещей даже мы подобрали Давайте сначала сюда пойдем Я вижу скелет, снова случник причем Железные стрелы Лук этот мне не нужен Так, какая-то обширная пещера Там вот я вижу некромант Вдалеке стоит Тут крыса Не сдохла Или сдохла И даже не один некромант И даже не один некромант Вот здесь вот нам по-любому придется что-то Мутить Я предлагаю залезть вам на тот Вот сюда вот Потому что на лестнице нас могут спалить Так, есть Залез Давайте посмотрим Вот он бродит В одиночестве Надо его обойти По неосвещенному участку Склютность повышается Все еще Сохранимся Сохранимся Приготовим заклинание наше полезное Если так, то маны нет Довольно затратное заклинание Надо сказать Довольно затратное заклинание Вот так Возможно мы бы ее завалили с одного удара Но рисковать Не хочется Посох не забыть подобрать И маны снова нет Бегать я за ним не хочу По всей пещере Пещера большая Попробую завалить С одного удара Готов Да, сейчас уровень небольшой Некроманты Слабоваты Валятся Валятся быстро В свое время я ходил сюда На более высоком уровне Так уже с одного удара не получится Так, тут ничего ценного я особо не вижу пока что Идем дальше Сохраняемся Здесь Здесь какой-то завал Снова некромант Серебряное оружие у них Сами что ли боятся Трупов И призраков своих призванных Да, если взбунтуется Мало не покажется Идем дальше Смотрим Смотрим карту снова Здесь мы все облазили Там еще небольшая комната есть Надо туда сходить Надо туда сходить Так Здесь что-то Один скелет Бродит Больше никого нет В общем-то и все Давайте посмотрим Что нам надо сделать по квесту Отправиться в университет И известить Понятно Надо возвращаться На пялю робу Для скорости Валим отсюда Сохранимся Сохранимся Валим 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да давай, чё уже там... Очень хорошо. Давай я объясню, что стоит на кону. Совету магов уже некоторое время известно о повышенной активности некромантов в Сиродиле. Раньше мы сидели сложа руки и наблюдали за тем, как разворачиваются события, но это время прошло. Мы не можем терпеть нападений на гильдию. Большая часть нашей информации о некромантах исходит от осведомителя в самом культе, члена гильдии, который вызвался проникнуть в их ряды. Муциан Алиас. Он не входит в совет, но уже давно служит гильдии здесь, в Университете Волшебства. Зная о росте интереса к гильдии после запрета на некромантию, он вызвался помочь совету следить за действиями культа. С моего благословения он проник в эту группу и до последнего времени регулярно сообщал нам информацию о ней. От него давно не было вестей, и я опасаюсь за его безопасность. Отсутствие сообщения от Муциана вызвало беспокойство совета, и теперь они сомневаются в правдивости полученной от него информации. Было решено отправить группу боевых магов туда, где, по последним сведениям, мог находиться Муциан. Они должны привезти его сюда для допроса. Я возражал против этого, но затем согласился, чтобы не нарушать единство совета. И я сожалею об этом решении. Вот почему я хочу отправить туда тебя. По нашим последним данным, Муциан был послан в руины Няньонт-Твилл, это к югу от имперского города. Именно туда отправились боевые маги. К югу от реки Белой Розы, на полпути к границе с Эльсвейером. Боюсь, я больше ничего не знаю ни об этом месте. Не о том, что может ожидать тебя там по прибытии. Я опасаюсь, что боевые маги могут дурно обойтись с Муцианом, или даже принять его за одного из некромантов, очевидно, присутствующих в тех руинах. Тебе нужно найти Муциана и обеспечить его безопасное возвращение в Университет Волшебства. Я не хочу, чтобы возникли какие-либо осложнения. Пожалуйста, поторопись. Боевые маги скоро прибудут туда, если уже не прибыли. Дорога каждая минута. Если по какой-либо причине они потерпят неудачу, Муциан может поплатиться жизнью. Тебе следует обеспечить его безопасность. Ступай, и как только он будет препровожден в безопасное место, сразу же сообщи мне об этом. Хорошо. Спасибо. Знай, я не стал бы просить тебя о таких вещах, если бы не чувствовал, что дело очень срочное. Уверен, задача тебе по силам. Я буду ждать твоего возвращения. Ну, в общем-то, цель в целом ясна. Нам снова предстоит зачищать довольно обширные руины, поэтому на этом этапе я завершу очередной эпизод. Спасибо всем за внимание. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь. Всем пока.